Галина Юрьевна работает участковым терапевтом в Немчиновской амбулатории уже около трех лет. Переехала в Одинцовский округ по программе «Земский доктор». Город и работа почти сразу стали любимыми. Решили с семьей пустить корни здесь и подали документы на оформление социальной ипотеки на покупку жилья. Для меня само это было сначала непонятно, все так страшно. И как-то знала, что врачи идут, значит это что-то прям хорошее. Пакет документов пришлось собрать солидный, но это того стоило. Условия по социальной ипотеке для врачей более чем комфортные. Половина суммы идет вообще подарком, сертификат, просто работаешь за них 10 лет. А половина суммы выделяется банком. И эта половина суммы платим мы общие и тело кредита, и проценты. Проценты мы выплачиваем, они остаются уже банку. Все, а тело кредита нам прилетает на следующий месяц, фактически на счет обратно. Поэтому это очень выгодно. Теперь добираться до работы будет немного дольше, но это мелочи. Семья Галины Юрьевны выбрала двухкомнатную квартиру на Белорусской улице. Особых ограничений при покупке жилья на социальную ипотеку нет. Единственное ограничение – это район, в котором ты работаешь. Одинцовский район. В принципе, ограничений нет. Можно под застрой взять квартирку, можно подождать. Но нам выгодно было вторичное жилье. Сейчас уже документы оформляются. В принципе, я так планирую в сентябре уже жить в своем жилье. Это, конечно, счастье. Программа «Социальная ипотека» продлена до 2027 года. Обрести собственное жилье на таких льготных условиях могут военные, работники бюджетной сферы, малоимущие, молодые и многодетные семьи.